Приветствую вас, и вы знаете, очень хорошо понимаю ситуацию, в которой вы оказались, могу представить себе, что вы чувствуете сейчас, какую безысходность испытываете. И знаете, сначала нужно все-таки успокоиться немножечко и постараться понять, ваша жена пришла к этому решению не просто так, не случайно, не вчера и не спонтанно. Что-то удерживало ее на этом направлении, что-то толкало ее к тому, чтобы думать, что это единственное решение проблемы, что-то толкало ее именно в сторону развода. И вот вам сейчас нужно понять, с какого момента начались проблемы в ваших отношениях. Спокойно. Постарайтесь воссоздать ретроспективу ваших отношений. Когда вы только поженились, у вас все было хорошо. Потом появились дети, у вас было все тоже хорошо. Когда, после чего ваша жена начала проявлять признаки недовольства. Вот на этот вопрос вам нужно постараться ответить. Вот на жене чего она была недовольна, что ей не нравилось, что ее не устраивало, на что она вам жаловалась. И вот эти сферы, эти моменты вам и нужно прорабатывать. Вам нужно будет за этот месяц показать ей, что именно там, где она не была довольна, вы теперь сделали выводы. И будете вести себя и делать все то, что она хочет. Только так можно вернуть вашу жену обратно в семью. Потому что она не чувствует, что получает от вас то, что нужно. Не чувствует, что она удовлетворяет все свои потребности. Ощущая себя, скажем так, обделенной и на желания, и на эмоции, и на взаимоотношения между вами. Она начала искать другой жизни, понимая, что существование брак с вами тащит ее назад, тянет ее на дно, и она не видит никакого будущего. Вы знаете, что для вашей женщины важно, что ей нужно для того, чтобы видеть будущее, что ей нужно, что ей важно, в чем она нуждается. И вот постарайтесь, именно это важно женщине дать. Но если то, что она говорит, правда, и чувств нет, то эти чувства в какой-то момент ушли. И вам нужно, опять-таки, воссоздать картину того, с какого момента, хотя бы по вашему мнению, эти чувства прошли. Что заставило их исчерпнуть, угаснуть и постараться с женой эту ситуацию прояснить. Постараться с супругой выяснить все моменты, которые у вас вызывали непонимание, конфликты, ссоры. И вот тогда появится шанс на то, что она вернет. Но, скорее всего, при любом раскладе, у вас однажды такая ситуация, что ваша женщина разведется с вами, окончательно. И будет свободной. И получив эту свободу, она как раз таки сможет смотреть на вас другими глазами. Она будет понимать, что она не зависит от вас, то ничего ухода должна, что она освободилась свободно. И вот тогда у вас появится, как это ни парадоксально, реальный шанс на свою завоевать. Потому что она будет чувствовать себя внутренне спокойно. Так как будет знать, что в любой момент может прерывать с вами контакт. И вот здесь вы сможете развернуться на все столы. Собрать. Для чего нам нужно собрать воедино все столы, что ей было нужно, но вы не делали. И показать ей, что именно это вы сейчас готовы все ей предоставить. Вот примерно двигаясь в таком направлении, вы имеете все жалости вашу женщину вернуть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по Мангу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго.